Не поймешь, то ли гром гремит, то ли арт-обстрел, то ли то и то вместе. Последние дни интенсивность артиллерийского огня по городу Славянска значительно возросла. Обстрелы сегодня ведутся и днем, и вечером, и утром, и ночью. Среди бьют по густонаселенным районам, как на окраинах города, так и в центральной части. Рассказывать, в принципе, нечего. Пошла, кажется, арт-обстрел, я своих домашних спрятал в подвал, и во время, пока все перебазили в подвал, взрыв дали. Взрыв, тем более, видишь, осколочный, это настоящий противопехотный снаряд. Микр, у соседа все побито, дом принял на себя все это, хорошо подумал, а в доме там все побито этим самым. Он даже не видел, что она не видела. Ну хрен на нее, на эту машину Масе и ее. Машина. Ворота. Ворота закрыта, понимаете? Ворота закрылась, понимаете? Ворота закрылась. Он не был, дважды ранен. В 1943 году, в районе Клинцы Новозыбково, в Брянской области. После этого, понимаете, линия была первого Белорусского фронта под командованием Константина Константиновича Рокоссовского. И с этого времени это прошел Клинцы, Добруш, Гомель, Жлобин, Бобруйск, Баранович и Брест. Я не доказал, Брест это Варшава, Познань, Сандомир. Оттуда, оттуда много, 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 много. После Штатина, Познань, возвратились опять в Манчжурию, в Китай. После 6, начало 7 вечера, 28.05, на ЖД вокзал в район ДК Железнодорожников начался обстрел украинской армии с горы Карачун. После чего я, как недалеко живущий, вышел на балкон, увидел, как обстреливают непосредственно уже по самому ДК ЖД. Мне с окна очень хорошо было видно, как 4 попадания точных были в крышу. После чего уже все люди спустились полностью в подвал. Также рядом с моим домом у соседей практически в частный сектор в огород попало дважды. Все это прекратилось примерно где-то в районе 10-11 часов, именно артообстрел. Обстрел с автоматов и пулемета продолжался где-то в районе до часу ночи. Сегодняшнее утро, начало 9 утра. Два попадания в близрешающий дом, во двор, рядом с ДК Железнодорожников. Дальше артообстрел уже дальних позиций, это где-то Семеновка, Андреевка продолжался уже утром. Тоже буквально пару часов, потом тишина.